Под яркими солнечными лучами купола Спасо-Преображенского кафедрального собора кажутся вылитыми из золота. Шесть куполов разного размера были привезены из Волгодонского завода. Собрали их специалисты того же завода уже во Владивостоке. Основа металлокаркас, формообразование, стеклопластик. Обшивка из нержавеющей стали. Купола уже собраны, их осталось только обшить или, как говорят профессиональные строители, облицевать. Расскажите, как происходит этот процесс? У нас непосредственно сначала начинаются все с заготовки. Изначально человек, который занимается облицовкой, он делает разметку, то есть он размечает, разбивает купол, выясняет диагональ. Это то, что необходимо, чтобы нарисовать вот этот элемент с шашкой называется. Это шаблон. Исходя из этого шаблона, мы уже изготавливаем все остальное. Один ряд 90 шашек. Их строители заготовили более тысячи штук. Однако вырезать из нержавеющей стали шаблон – это только начало. Вот так выглядит готовая шашка. Края прямоугольной конструкции загибаются определенным образом и шашки, цепляясь одна за другую, выкладываются на стеклопластик. Облицовку главного купола планируется завершить в середине июля. Впрочем, до установки куполов еще далеко. Сегодня на стройплощадке завершено возведение основных монолитных конструкций. Кирпичная кладка выполнена на 70%. Впереди подведение инженерных сетей отделочной работы. На этом месте будет располагаться гранитный алтарь. Он уже заказан, оплачен и его активно изготавливают. Привезут его во Владивосток и установят в храме после того, как завершатся все отделочные работы. Напомним, строительство Спасо-Преображенского кафедрального собора было возобновлено в сентябре 2017 года, после длительного простоя. Причины остановки работ называют перебои с финансированием. И все-таки средства нашли, подрядчика сменили. Срок строительства рассчитан на 20 месяцев. Уже прошло больше 9 месяцев и результат уже виден. На территорию стройплощадки уже привезены все купола, кресты, которыми будет венчаться храм. Привезены колокола, которые будут устанавливаться в две башенные звонницы на основном храме. Продолжаются другие работы. Сегодня вы можете увидеть, что мы рассматриваем варианты остекления, то есть какие будут окна, какие двери стоят. Также уже проработано напольное покрытие храма. Отметим, что Спасо-Преображенский кафедральный собор после достройки будет самым крупным храмом в Приморском крае. Он сможет вместить до 3000 верующих. Катерина Матвеева, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.